В Белградской школе произошла массовая стрельба. Семиклассник принес в школу два пистолета, взятые из дома, и открыл огонь по одноклассникам. Восемь детей охранник были убиты, один преподаватель и еще шесть учеников ранены. В среду утром сербская МВД сообщила об аресте подозреваемого в совершении нападения прямо во дворе школы. Им оказался 14-летний ученик седьмого класса. Следствие заявляет, что задержанный долго и основательно готовился к нападению. Согласно показаниям подростка, он спланировал свои действия. У него был список детей, которых он планировал ликвидировать. На его письменном столе была обнаружена нарисованная им самим схема входа и выхода из школы. Он сознался, что у него были приоритетные цели. План действий немного похож на какую-то видеоигру или на фильм ужасов. Это указывает на то, что стрелок очень подробно спланировал, как в какой класс войти и как ликвидировать каждого ученика. Массовой стрельбой в начальной школе имени Владислава Рыбникара, расположенной в центре Белграда, в районе Врачар, потряс балканскую страну. В Сербии насилие с применением огнестрельного оружия – редкость. А стрельба в школах – вообще исключение. Местные власти утверждают, что встав на пути стрелка, школьный охранник, скорее всего, предотвратил еще больше смертей. Один мальчик был ранен в ногу, а потом еще девочка. Я думаю, там были два мальчика, но он не застрелил их всех. Это было ужасно. Я была внизу в спортивном классе, мне было слышно стрельбу. Она была непрерывной. Это не было похоже на одиночные выстрелы. Стрельба велась без пауз. Я не знала, что происходит. Мы получали какие-то сообщения на телефон. Некоторые ребята из седьмого класса не отвечали. Мы были очень напуганы. Моя дочь ходила с тем мальчиком в один класс в этой четверти. Она сказала мне, что он был тихим и хорошим. Моя дочь видела, как охранник рухнул на пол прямо перед ней. До этого она слышала выстрелы, но подумала, что это разрывы петард. Но когда она увидела, как упал охранник, то сразу же побежала обратно в класс. Ей было страшно. Она сказала учителю, наверху стреляют. Педагог мгновенно собрал детей, заперых в классе. Некоторые из них спрятались под столами, так что внутри они были в безопасности. Через какое-то время их всех выпустили наружу. Вопрос в том, кто этот подросток и как над ним издевались или глумились. Наверняка были настораживающие признаки. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в среду выразил соболезнования родственникам девяти жертв стрельбы. Я выражаю нашу скорбь по поводу трагической стрельбы в школе в Белграде сегодня утром, в результате которой погибли по меньшей мере девять человек, в том числе восемь детей. Мы выражаем наши глубокие соболезнования семьям и близким погибших. А раненым желаем скорейшего выздоровления. Это очень печальная новость. В среду вечером к школе в Белграде скорбящие родители и просто горожане начали приносить цветы и зажигать свечи в память о жертвах трагедии. Санжар Хамидов, Голос Америки.